здравствуйте коллеги прошу прощения тут вопрос конечно же сложный да вот я в ходе вашей беседы во первых понял что во многом даже коллеги из сми до живут некими мифами мифами имеют представление о том что происходит в странах балтии в странах прибалтики основываясь на информации которые ну не всегда достоверно вот вы упомянули в частности да что впервые русские появились прибалтики в 11 веке давайте вспомним например что касается латвии если уж мы говорим о том чья это страна и кому там на каком языке говорить в 11 веке никаких латышей например еще в принципе не было были отдельные племена курзами латвили и ряд других да то есть стали латышской нации они позже намного позже и во многом кстати благодаря ну русскому населению русским это первое второе что хотелось бы отметить да вот вы сказали в частности не помню кто до из вас сказал о том что для того чтобы интегрироваться в общество для того чтобы чувствовать себя комфортно русскому населению русскоязычному населению прибалтики да нужно дистанцироваться от советского прошлого но дело то тут вот в чем дело в том что во многом страны прибалтики они состоялись в том качестве в котором они есть именно благодаря этому советскому прошлому естественно не следует закрывать глаза на депортации на репрессии на там не всегда возможно скажем так добровольный вход в состав советского союза но давайте вспомним чем было прибалтика в двадцатые тридцатые годы и чем она стала при советском союзе и чем она стала сейчас когда мы говорим о депортациях ну хорошо давайте подумаем о том а что стало сейчас прибалтийским населением как русскоязычным такая собственно ну титульным что если так можно говорить это да конечно это не насильственный вывод вывоз людей да но людей в прибалтике сейчас все меньше и меньше как русских так и титульных наций это первое точнее очередной до момент который я хотел бы отметить еще момент который я хотел бы отметить уже сейчас да уже сейчас сами русские в прибалтике они во многом другие чем в россии да они уже другие они то есть тот тот период который прошел с распада советского союза сделал их другими вот в каком смысле они не российские русские хорошо это или плохо другой вопрос но к россии они имеют очень маленькое отношение и опасность на мой взгляд для них заключается в конечном счете ассимиляции скажите пожалуйста вам я вас прерву они на руках как вы считаете вот жители прибалтийских республик несмотря на то что вы сказали они имеют право на требования учить их язык в том числе русскоязычному населению хорошо вы хотите учить русский учите но учите наш язык почитайте это законное требование вы знаете я бы поставил вопрос чуть по другому я считаю что там вообще должно быть два языка в каждой из этих стран ну в больше или меньше степени да там каждый в каждой этих стран русскоязычное население имеет право на то чтобы русский язык был вторым государственным но если если вы этого не хотят главы этих государств если этого не хотят не хочет большинство как как можно заставить если такие прецеденты в мире а вот за большинство за большинство я бы не стал говорить да потому что вот например вчера в рамках нашего проекта окно в россии мы публиковали интервью с мэром таллина который говорит о том что вы знаете вообще-то без русского языка сейчас в до в любой пожалуй с прибалтийских стран сейчас без русского языка а делать то в общем ничего то есть даже преимущество как ни странно до при приеме на работу если уж и берут людей да вот титульной нации хотя с работы там везде конечно плохо преимущество все равно отдается человеку который понятное дело владеет латышским или литовским или эстонским владеет английским и непременно русским если ты не знаешь русского языка шансы значительно снижаются при приеме на работу это правда то есть это но об этом все говорят в прибалтийских странах я считаю что это хорошо это в общем-то историческая логика на самом деле как мне кажется потому что ну все равно тут на экономику это завязано когда эти страны либо вошли либо входят в ес да понятно что промышленность там но она медленно умирает потому что кстати что я так предполагаю будет из украины если она все-таки войдет есть просто потому что ну евросоюзу не нужны эти страны в качестве производителей эти страны нужны в качестве рынков и куда продают с кем сотрудничают этой фирмы которая находится в эстонии в литве или латвии у них есть уже сформированное экономическое пространство аркадий меня вы знаете вот это вот теория о том что вот эти вот бывшие страны входившие в советский союз если они отделятся от россии продолжить движение на запад они разрушится и и станут таким придатком ужасным ни о чем не говорящим для европы это это мнение я слышу просто особенно в последнее время очень часто разумеется в первую очередь связи с украиной да и связи например с польшей которую часто приводят в пример в последнее время но тем не менее вот если спросить жителей балтийских республик где у артвия есть корреспонденты откуда мы чуть ли не каждый день получаем сюжеты вот собственно они говорят что им так хочется они это выбирают они хотят жить в этой стране которая является членом европейского союза и что да они могут потерять например от эмбарго российского много миллионов евро после того как из-за политических возможно каких-то трений не пропускают молочные продукты из одной из балтийских республик в россию но тем не менее они готовы на эти проблемы они готовы на разного рода может быть столкновения экономические какие-то расходы которые связаны с тем что вот у них не строится отношение с россией но то что они выбирают западный путь это абсолютно однозначно вот что с этим делать то есть они не считают что они развалились после того как они пошли в сторону европы а в этом есть очень интересные противоречия на мой взгляд потому что они то может быть и считают так что они хотят жить условно говоря в западной системе ценности двигаться на запад но при этом они в своих странах не живут они уезжают